Продолжение следует... Итак, я начал сказать вам, что основным, нон-тривиальным эпидемиологическим моделем является знаменимым СИС моделем. В самом деле, есть даже более простой моделем, СИР моделем. Но этот модел эффективно эквивалент к обычной перколации. К обычной перколации он более или менее эквивалент. И поэтому не так интересно. Но я начну говорить слабо и говорить о более generalных вещах, как это может быть, и вы увидите, как это будет. Итак, это только слабо для наших школьников. Потому что мы пытаемся поверить молодые люди, которые интересны в физике, что снижение социальных сетей тоже интересного. И это основное отличие от того, что мы интересны в физике солидной статистике, в конденсированном материале, потому что я исчезал, и мои друзья, из конденсированного материала. Таким образом, наш мечта, это наконец понимать что-то, которое следует, после многих шагов, до инвенции каких-то технологических процессов. И это произошло в тысячи миллионах, с миллионах probabilidades, но это наш цель. Таким образом, когда мы работаем с нервами, соответствующим мечтам – алгоритм. И потом, после многих шагов, появится возможность, что кто-то, из-за этого понимания, будет разработать алгоритм. И самый известный пример это Google PageRank. И я просто говорю о Google PageRank, потому что это, на самом деле, это основано на специфическом дистанционном процессе, на специфическом рандомном работе одного партика. И я сейчас поговорю о корпоративном феномене. Этот эпидемический модел является основным на корпоративных ситуациях. Осеннее, на более сложных ситуациях. Есть еще один аспект, который я бы хотел сказать. здесь, вы видите, что это НСА основное проблемное – это слишком много информации. Они знают все, но, впрочем, они знают все. Но в современном мире это не НСА проблем, это проблем, это проблем для всех. Это большая данная проблема. Это большая информация, которую мы не можем процессить эффективно, это основная проблема наших дней. И, вы видите, я просто могу только сказать, что М. Сноуден, он проверил, что приватия действительно сокращается к большей данной проблеме. и денег уже придется помогать нам работать с этим. И вы видите, что это очень большая денег. И прогресс – я просто хочу показать несколько страниц показывать прогресс в этом направлении. И теперь вы видите данные центры. Это не данные центры, это водопипы для Google данные центры. центры. место этого данного процесса уже около 1 и 2 процентов мира экономии. в таком мы видим большие данные и эти большие данные в самом деле установлены в следующем способе. Мы предыдуем что мы предыдуем быть линейной информацией, но если мы не процессе, мы должны принимать внимание, что все эти данные связаны международные системы. и network representation может быть одним из простых. Это простых. Это среди распределения от огромных матрицей, огромных коррелаций матрицей. Мы имеем коррелаций матрицей, в которой огромные элементы есть 0, то мы можем approximировать это с 0 и 1 элемент, и мы можем играть с этим. Другой аспект, опять это из NSA. Вы видите, это как они построили огромное социальное социальное сеть. Это было благодаря мистеру Сноудену скале этого и скале этого социального сеть создавали. Как я могу понять, это практически все горжи все социальное в основном это огромный граф в котором этги цветы 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 может быть один из они сомжения 164 164 разные отношения, но каждый вертек, я получил это от вашей новостейки, «Нью-Йорк Таймс». И они получили это от мистера Сноудена. Я думаю. Но это важно. Какая структура этой недверки и как она организована. Это цветный граф. Это стандартный цветный граф. Но из-за различных типов вертек, он имеет различные типы вертек. И на каждом вертеке они классифировали 94 различных... В новостях они написали «Энтитические типы». Я не понимаю, что это означает. Но я думаю, что это параметры, которые они подсказывают индивидуально. Так что, в принципе, если мы хотим посмотреть, как информация распространяется на этой недверке, мы просто должны использовать этот граф. И проблема в том, что этот граф очень большой. Я много лет не успел понять, почему есть такая большая активность в детекции коммунитетах. Многие люди работают в этом направлении, развиваются новые и новые алгоритмы. Но проблема в том, что это только на размере недверка. Если у вас есть маленький граф, то вы можете сделать 40 вертеки. Вы можете сделать 40 вертеки. Вы можете понять, что вы будете понимать коммунитеты. И это не проблема. Но если у вас есть граф, даже 100 вертеки, то это не возможно. В самом деле, есть известный карате клуб, который был изображен на графе. Он имеет около 70 вертеки. И это как тест-модель для многих этих алгоритмов. И получается, что даже 70 вертеки. Графы уже есть какие-то проблемы для компьютера. Но если вы уже имеете ввиду, то это много работы. Так что я просто хотел показать вам, в принципе, какие принципиальные методы, которые интересно изучить, это распространение гусипов и заболеваний. Но, кстати, модели для распространения гусипов и заболеваний есть немного разные. Но сегодня я буду говорить о заболеваниях. Так что я, может быть, еще один другой тип методов, которые сейчас очень интересны. Несколько лет назад люди осознают, что интересно изучать это реальное миро. Нетворки обычно, в многих случаях, они организованы как нетворки от нетворки, как международные нетворки. Например, у вас есть два графа, и некоторые вертисы от них также связаны. Например, если у вас есть интернета, то есть разные части, и вы можете взять одну нетворку... Одна часть будет основана на северные нетворки, и так далее. И люди начали смотреть на эти нетворки. В простом случае, эти нетворки, опять же, могут быть направлены к цвету. Я уже говорил о так называемых индивидуальных нетворках, в том случае, в котором... Ремоход от одного вертикса в одного нетворка, это приводит к ремоходу своих близких близких. И в этой нетворке, и в следующей нетворке, это так называемые интернета. Интердепендентные нетворки. В простом случае, когда количество интердепендаций для каждого вертикса в нетворке, это не более чем один, это 0 или 1. Таким образом, это возможно только в этих ситуациях. И эти типы ситуаций будут обеспечены. В этом случае, это очень легко показать, что этот интердепендентный нетворк является совершенно неизвестным нетворким графом. В том числе, когда вы можете совпадать эти два вертикса, международные вертиксы, и тогда вы имеете в виду граф, в котором все вертиксы являются одинаковыми, но они есть два вертикса, если эти нетворки только два. Возвращаемся к этой нсс-нетворке, и теперь люди начали изучать эпидемики и гуси-студка на этих нетворках. И это пример только интердепендентного нетворка. Это когда люди пытаются моделировать проблемы с электричеством в Италии, в Италии. Один из моделей был рассчитывать два интердепендента нетворка с электричеством, с электричеством, с электричеством, с электричеством, с электричеством, с электричеством, Но это не было примеров для этих нервов. И я просто хочу рассказать вам несколько элементов из графа теории. Это может быть я использую. Итак, здесь вы видите, что когда люди модели этот блокчат в Италии, based на эти два нервов, вы видите, что остальное, после этого процесса от ремонта, из-за этих двух нервов, вы видите, что фазе-транзирование из-за ген-компонента, и п, это фракция от ремонта, это лучше сказать, что 1-п, это фракция от ремонта, от ремонта, от ремонта, которая производит блокчат. Это фракция от ремонта. Итак, вы возьмите ремонту, от ремонта, 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 и последнее, и последний кластер будет от размера с. И этот кластер исчезает только на некоторых фристических дыхания. И в нормальном фракции проблеме мы получим конституцию трансмиссия с экспонентом 1, вторая трансмиссия. И здесь мы видим хибрид трансмиссия с трансмиссией. Это зависит от параметра, если трансмиссия существует или нет, но в принципе это трансмиссия. И это интересно, что трансмиссия является комбинацией для трансмиссии, как для первой трансмиссии трансмиссии, и на вторая трансмиссия. И это трансмиссия может быть осуществлен в более простых проблемах, based on the notion of K-Core in a network. So, I will remind you about these K-Cores. So, by definition, K-Core is the maximal graph, sub-graph of a network, which have minimal internal degree K. So that if we remove from a network all vertices of a degree smaller than K, remove progressively, then we will have this K-Core. Inside of this K-Core, what we have, we have between each two vertices, we have at least K-Cores. So, I drew it. These passes, they can overlap, they can have common joint parts, but the number is K. And just for this K-Core, if you make a plot of the size of K-Core, for example, for the graph, depending on the mean degree, and the size of K-Core, if K is bigger or equal than 3, then we have just this condition. Here is square root singularity. So, and this just the notion of K-Core is used by many people just to consider robustness networks on a more refined level than introducing a normal connected component. So, you have a network, you have inside of it this connected component, then inside of it there will be a Russian nesting dough of K-Cores with growing K. So, it will be, say, K equals 3, 4, 5, still some limiting value. By the way, it's very dependent on the definition. You can consider not necessary you, instead of K-Core, you can define so-called K-connected component. It's defined in a similar way to K-Core, but the difference is that we demand that inside of a component, we have at least K passes between each two vertices, but unlike the case of K-Core, these passes are not overlapping so that it's K-Core, it's K-connected component. And people also like to consider these components when they study stability of networks against random damage. So, you see that these K-connected components are smaller than K-Cores with the same K. But you see that with this definition, we would immediately get a different phase transition. So, I repeat the same picture. It was for K, okay, I will write for, again, for K-Core first. But for this K-connected component, it will be something like that. Transition is continuous already, and so it's more or less like normal percolation, but the index, the exponent is essentially higher. Usually, I think it's simply K. So, it's phase transition of the order higher than second can be. But let us go further. I remind you about the SIS model, about the SIR model, and so on. Let us define. I remind you that SIR model is based on vertices. Vertices can be in two states. In the SIR model, actually, sorry, in three states. Susceptible, infected, and removed. So, the process is finished when you approach the state of removal. And I will not speak about this model, and I will not speak about this model because it's trivial. No, it's soluble. SIR model, SIS model, it has indeed only two states. Susceptible and infective. And you, there are two processes. With, say, with unit rate, you, each vertex, each infected vertex, it recover. And there is the main, the second element is, if you have a nearest neighbor infected, then with probability, which is actually, with rate, lambda, you, its neighbor becomes also infected. So, if you, if you, if you consider this vertex, and it has, and it has, a single infected neighbor, then with some fixed probability on the next step, it will be infected also. But if it has two, say, two infected neighbors, then with high probability, it's trivial to find this probability, this vertex will become infected. And in the case, in the trivial case of, no, in the simplest case of regular graph or regular lattice, this model is equivalent to the contact process. And I just like to remind people that all contact processes were, actually, they are part of Grybov processes. Grybov was the last student of Landao, you know, and, and just, he, he started to write a theory for this, for this class of processes, when he looked at, but, no, it came from Heimer energy, actually, and Grasberger, he likes to call it, the Grybov processes, but, actually, it was long story about that. И я просто показываю вам модель, результаты симуляций Монасон и его пост-док. Они симулировали, это просто теоретический работ, но первая фигура была симуляция. Они считают комплект процесс или СССР модели на полностью связанном графе. И что вы видите? Что вы можете видеть? Когда гравь из-файны, и они сказали, есть всегда абсорбивный статус. Когда все вертисы восстановлены, тогда когда все вертисы не имеют инфекции, поэтому эволюция системы закончилась в этом моменте. И только к этому абсорбивному статусу, вы двигаете. Вы двигаете. И когда вы двигаете этот абсорбивный статус, это определен по размеру в церковь. Это натуральный в принципе это что-то Таким образом крестидистический времени должно быть н ну это что-то зависит на параметры модели. И И это просто теория Мунасуна, это просто исследование метастабельного состояния, потому что на финальной графе, в СССР модуль, это просто показывает, это просто показывает, это просто показывает, что за долгое время вы можете оставаться в состоянии эпидемии, но потом случается, и вы всегда будете получать в состоянии абсорбной состоянии, вы будете здоровы. Да, и давайте сейчас возвращаться к истории о СССР модульном исследовании. Первое, самое важное, семейное работа принадлежит Ромалду, Пастор Сатурас, и Александр Виспуниани, которые рассчитывали, может быть, 12-13 лет назад, они просто рассчитывали СССР модуль, а также рассчитывали СССР модульном исследовании. СССР модульном исследовании. Потому что если у нас есть, если у нас есть, если у нас есть, какие-то, например, Amazon-TV или Ромалду, если у нас есть у нас есть, если у нас есть у нас есть, если у нас есть у нас есть есть, все у нас есть, это очень хрустальная цена, это дезинфикат поисков. Это у нас есть конкретно, для тех, кто-то選венеров с ссорбой, но в büyük permitted times для того, в saying, чтобы кто-то обидел, в том, где они пластинские системы. Мы имеем преимущество для инфинт-сайз-нетворки, когда процесс остается, тогда мы имеем что-то подобное. Это очень похожее на нормальную перколлекцию. Но проблема в том, что этот системный системный является гораздо более сложным, чем СИА-модел и нормальная перколлекция. Это возможно показать, что контекстный процесс belongs к классу в направленной перколлекции, к универсальному классу в направленной перколлекции. Это означает, что критические экспоненты для нормальной перколлекции, для контактов процесса, которые также имеют фазе transition, это же самое для направленной перколлекции. Но это понятно, что направленная перколлекция является невероятным проблемом. Нет даже решения для двух деменций. В самом деле, для контактов процесса это означает, что в один деменциональный процесс процессов, это не имеет никакой важности. Все результаты лишь необходимы. Поэтому мы даже не имеем никакой solution. Нет никаких solutions. Критические экспоненты не имеются. Нет, критические экспоненты не имеются. но есть теория. Что значит, теория? Это значит, что есть не решение. Это не как интервью. Это не как из-за модели. Для из-за модели мы имеем решение. И здесь, для контекст процесса, нет. Но есть, но есть результаты. Да, но что значит, вы не можете показать критику экспонентов. Нет. Это значит, что нет решения. Но я хочу сказать, что нет решения. Конечно, есть результаты. Но нет никакой решения, даже для бирси латтис. Даже для бирси латтис, странно. Нет никакой решения для из-за модели. Для перкуляции модели это основные. Поэтому, чтобы быть honest, я из физики. Я не из математики. То есть, когда кто-то скажет, что есть теория. Что теория? Мы не имеем теория в физике. Мы имеем только решения. Но интересно, в физике мы также были инфекционированы по словам математики, которые называют «explicit solution». Потому что, прежде всего, в физике, не было даже такого слова, в теоретической физике. Но сейчас люди начинают использовать это больше и больше. Прежде всего, мы имели «exact solution» или нет. Но сейчас, с разработкой компьютерной техники, мы называем «exact solution». Everything, which can… No example of exact solution. It's one dimensional Schrodinger problem with an arbitrary potential. It means that by using a laptop, you can solve, you can get result with any desired precision. And it just means for physicists now exact solution. So, I will be speaking about the system, which have no exact solution in this time. So, that was the reason why I'm more slow. So, what made these two guys, this is my course, so that I'm Pastor Satoras and this Midiani. What they made. I will start from a different, actually, approximation, from a more refined approximation. So, it's called, so-called, quenched midfield approximation. And what is that? Suppose that we have a graph and we neglect all correlations, all fluctuations. We neglect also, actually, the presence of the absorbing state. and we introduce for description of a state of vertex only a single number. It's the probability that this vertex is infected. It can be considered also the mean number. Suppose that you measure for long, you measure the distribution of infect, chief vertices over a long time, and look at one of vertices, and so its state is zero or one, susceptible or infective. And you measure, let us call it sigma i, spin, it's kind of spin. And you measure and you average this. And this is the number with which people work in the lowest approximation. In principle, you must stay, if you want to be more careful, you must take into account correlations, but in the lowest order, you have only one characteristic of a vertex. this kind of local prevalence, I don't know how to call it. And it's very easy to derive the following equation for the evolution of the complete set of the local prevalence with time. And this equation is of this form. You can see that the recovery rate is just a unit, and this recovery rate gives you the first term, minus rhoi, and infection from nearest neighbors, it's just the second term. The one minus rhoi, it's simply because already infective vertex cannot be infected second time, so it's kind of trivial. And steady state, it's very easy, can be obtained from this equation. But what made Pastor Satorov, he made even more simple thing. they made, they made, because he was this, what they made, they considered this evolution equations, but they made the next approximation. for them was more convenient to solve it in the following way. They passed from this network, from a given graph, they passed to an annealed network. Actually, I deceived you a bit, because they derived it in a different way, but it's equivalent. You simply take your network and substitute it by its annealed network. What does mean annealed network? Annealed network is a very powerful instrument for people who don't like mathematics, because we just started saying here all people like mathematics. But the tragedy is that I know that the great majority of people who work with networks, they don't like mathematics. and what for them is very convenient, it's very convenient to use these annealed networks. Annealed network is a network, it's a fully connected graph, in which each, it's a fully connected counterpart of your original graph. which is constructed in the following way. You have, suppose that you have a, suppose that for simplicity, let us discuss only uncorrelated networks. So we have, uncorrelated networks is described by a consequence of, by a sequence of its degrees, of its vertices, Q1, Q2, and still Qn. So we want to build an annealed counterpart of this network. We make the following. We, 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 we take these degrees, vertex degrees, and, and between each of these two vertices, we, we, we put, we put an edge, already, but this edge has a weight. this weight, is proportionally, is proportional, is proportional, no, actually, I'm a bit dizzy for you, again, but, I don't want to speak, it's proportional to, the product of degrees. No, and for normalization, we put here, so, when they made this substitution of original network by this, its annealed counterpart, it's trivial to see, because of this product, you immediately get this, you get the following, you get the following, immediately, you get the following equation, which they solved, trivially, and got the results, got results, again, very similar to results from percolation. And what are the results from percolation? Actually, it's for the size of a gen-connected component, for percolation. For, for example, for, for uncorrelated, random graph, so, suppose that, here, no, for example, we can put here, a fraction of, one minus fraction, removed vertices, and here, the size of component. It will be the same picture for SIS model, EQ, and for the percolation. when we have the graph, our graph is scale-free, for example, to only, just to show you, you have the following picture. For, the graph, the exponent, gamma, for, scale-free distribution, is equal to infinite. Then, you have here, exponent, beta, one. When, gamma, gamma equal to, between, 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 four, and, three, we have, similar, continuous phase transition. But, critical exponent, of this transition, is, different. A critical exponent, И здесь будет от этого трансития, чтобы это нут, К-КС, если мы пишем, экспонент Бета здесь, и здесь Бета-1, Гамма, я думаю, минус 3. Таким образом, это трансития, который может быть высшим уровнем, чем вторая трансития. И позиция этого момента становится легче и легче. И когда этот момент остается где-то здесь. Q, Q-squared. So that when we have the гамма smaller than 3, second moment of distribution diverts, и уже трансития. Это 0 с 0 size component or prevalence, 0 for every ну for prevalence it would be lambda instead of K. 1 1 attorney, и в о 1 1 2 Да, так что, письма является одним из самых высоко читателей в интервью между 1-2 тысяч citations, но результаты абсолютно не относятся к проблемам, и результаты вообще не интересны. Но это то, что люди верят, что когда вы имеете гамма-экспонент от дегридистрибьюции более чем 3, или когда гамма-экспонент от дегридистрибьюции более чем 3, то мы не имеем эпидемический результат. И люди верят в это много лет, но математики, Мадам Бу, Мадам Бу, я думаю, что математики, с Чунг, они, я думаю, Да, извиняюсь, опять же. Они куда-то, сразу после этого, сразу после этого, они смотрели на предусмотренных этапов. Эта квадратная система сделала в другом способе, но я интерпретил результат based на эту квадратную систему. И они посмотрели на эту квадратную систему и вредно вы можете увидеть, что эпидемика решилась из этой квадратной системы. Это очень легко понять, что эта эпидемика решилась. Это должно быть ламда С. И для того, чтобы получить это, нужно сделать линеризацию этой квадратной системой, близко к эпидемике решилась, что ра должно быть маленьким. И тогда вы получите, для эпидемика решилась, 1, 1, divided by the value of the principal eigenvector of the adjacency matrix. Это очень легко видеть из этой квадратной системы, и просто вы должны отрезать это, вместо того, что 1 минус ρ, вы просто получите 1, и забудьте о том, что деривателе, и тогда вы сразу получите это. Но очень простая эстимация дает вам следующее. Ламда 1 должна быть, ну, это очень важно, ну, это очень важно, ну, рассчитывается в размере квадратной системы максимальной дегридуи ввертексе, в группе. В самом деле, проблема в точке дегридуи ввертексе, for the network, just here I remind everybody that there is no scale-free network in nature because always there is cut-off somewhere. Я не думаю, что это в лог-лог скале, я рисую. Это в лог-лог скале, это спикт-лайн. И здесь вы имеете Котов. Ну, Кот. И позиция этого Котова, в первую очередь, зависит от размера, и в вторую очередь, зависит от модели. Но здесь, я должен сказать, это не Котов. И эта стимация, и я поставил это вместе, Ку-Макс, Котов. И люди, обычно, они используют это в таком смысле. Но, вообще, здесь Ку-Макс, это, действительно, максимальный уровень вертекса в интернете. Например, вы имеете в виду, даже если вы имеете в виду, как в классическом рандом графе. И, по-моему, вы знаете, что люди любят сказать Эр-Душене граф, но первые люди, которые были найдены с огромными компонентами, которые начали понимать все эти вещи, для рандомных графов, они были, в самом деле, раньше Эрдош-Рене и Рене, они считали эквивалентный модел, так называемый Эрдош-Рене модел из ЖИ, и Эрдош-Рене модел, где Эрдош-Рене, эквивалентный модел из ЖИ и П, это иногда называют Гилберт модел, но Гилберт начался в 60-х годах, но Соломонов и Рапопорт, два парня из Одессы, они работали в Канаде и Соединенных Штатах, и в 50-х годах эти парни из Одессы, они просто обнаружили результаты о эмерзанности ЖИН-компонентной системы. Это, в самом деле, основной результате в этой технологии, по-моему, и Соломонов – это великолепный человек, он создавал знание компьютерного комплекса, которое было поздно знано в названии Комогоровского комплекса, но это было создавано сначала по Соломонову, Рей Соломонову, и он died довольно-таки recently, я думаю, несколько лет, может быть, два года назад, я не помню, но они создавали результаты в биологическом журнале в 50-х годах, и поэтому они не были заметны, но они уже известны. Таким образом, вы видите, что когда вы получаете этот граф с Парсонной дистрибцией, конечно, когда мы говорим о кат-оффе, кат-оффе должен быть в крайней мере, в крайней мере, в крайней мере, потому что асимптотические, мы имеем асимптотические факторы, да, в крайней мере, в крайней мере, но не менее, если вы считаете граф, это большой граф, мы можем иметь максимальный дегрей, инфинит, если мы возьмем инфинитный граф. Теоретически, этот граф является инфинитным. И Кимакс, даже для этого графа, в принципе, когда н идет к инфинитии, для Эрдошенна графа, это не для Эрдошенна, потому что Эрдошенна графа это граф, но окей, я говорю о графе с пассовым дистрибьюшем, это идет к инфинитии тоже. Таким образом, мы должны, Киевси, до зерно, даже для этого графа. Но Пастор Сатурас и Виспиняни, они называли, что только для этого графа это нормальная традиция, нет проблем. и это было демонстрировано по Чунг, я думаю. Но математики показали этот проблем, но физики это много лет. но потом они начали делать симуляции. И они смотрели, даже когда гамма не хотят идти очень далеко. Они не хотят иметь гамма очень очень большинство, потому что они ставили 3.5, но уже с 3.5 они начали увидеть, что что происходит. это ошибка что некоторые симуляции начали показывать что вы имеете что странное в маленьком ламбде налоге в маленьком инфекции налоге налога 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 ламбде до второго в пасторе Сатуршу и Castеллана Они делали симуляции, все время, и они смотрели, что что-то происходит в этом направлении. Проблема в работе на ССМОДЕЛЕ в начале 2000-х, это было, что размеры, которые они использовали, были не слишком большие. Но сейчас они идут на 10-8, и когда они начали смотреть 10-7, 10-8, они начали сказать, что что-то здесь. Когда n увеличивается, они видят что-то такое. И когда n увеличивается, они начали думать, что это может быть где-то. И поэтому люди становятся немного... В этом работе я даже слышал рассказ о Виспиньяне, о эпидемиях. И он начали инвентировать, начали сказать, что, окей, есть проблемы для графа, но, посмотрите, реальные нетворки уничтожены. Наши проблемы уничтожены, потому что реальные нетворки эти годы не находятся в одном месте. Сегодня они находятся в одном месте, и сегодня они находятся в следующем месте. Так что наши результаты уничтожены на 4DL-нетворке очень хорошо. Очень хороши. Но, на самом деле, это получается, что это основной проблемой. Мы начали посмотреть на то, что происходит с этой квадрикой. И как объекты, как индивидуальные объекты, вертеки с многими связями, они изменят решение этой квадрикой. Потому что мы понимаем, что, например, Бесси-Латтис, и Бесси-Латтис, физикисты называют следующее. Я думаю, что у нас есть Кейли-три, с определенным координацией номером, то есть все вертеки. Но Кейли-три, физикисты не любят его, потому что он имеет множественные ненависти. Немного ненависти в Кейли-три и в Кейли-три, то есть все вертеки. И когда вы пытаетесь решить что, например, на Кейли-три, вы получаете что-то, вы не будете превышать. В Кейли-три, потому что в Кейли-три, они получают ситуацию. Таким образом, физикисты, что они делают, они просто забывают о этих Кейли-три, они говорят, что третий инфинит, и Кейли-три, и Кейли-три как это может быть стимулировано. Например, это хорошая совместительность, это рандом, регулярный граф. Таким образом, когда вы получаете график с определенным уровнем вертеки, но это вертеки, я международную вертеки, и график инфинит, так что лупы тоже становятся инфинитными, так что это более-менее эквивалентно. Опять же, для математики это плохо, сказать, что это эквивалентно, но для людей, которые симулируют, они используют это для симуляции от Берти-три. Итак, для Берти-три, давайте просто заберем о хапе, и мы просто получаем из-за бессилетика. Согласно, для эпидемии, вы имеете какую-то fixed вертеку. И здесь экспонент 1, как в перкуляции, Вообще, когда вы имеете финансовую систему, эта трансляция, в принципе, будет уничтожена. Но я буду говорить об инфиненном системе. И давайте мы представим в эту систему, один хаб. Мы имеем что-то подобное. Мы имеем хаб с высоким номером, мы говорим, с ку-вертеками, и с координацией номер к, так что все остальные вертеки из хаба, они имеют этот номер. Так что только один хаб. И вы можете рассчитать, решить эту систему. И что вы увидите? Вы увидите следующее. Вы увидите, когда уровень хабааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа, и ку-вертеки. Когда Q exceeds some Q-local, which is bigger than K, I even don't want to show formal. No, I don't have this formal, sorry. Yes, and what happens in this case? The principal eigenvector of the adjacent semantics become localized. And it's just localized on the hub. And it turned out that very easy to get to express the local prevalences in terms of the components, of the elements of the principal adjacency matrix vector. And again, this localization phenomenon is described by the same inverse participation ratio, which is extensively used by physicists after P.V. Anderson for localization phenomena. And just, but important only one thing. That when this occurs, that then below the endemic epidemic threshold, in this approximation, we would have something, some here critical endemic, here a new point, in which there emerge an island of disease around this hub. But the number of infected vertices is finite. So, when we put here prevalence, it's the mean number of infected vertices over the network, so that here is about constant, above endemic epidemics threshold, and here needs about one divided by n. And something like that, in first simulations of Pastor Satorish, in first, I mean, in first, after that, they realized that something going wrong in their original works. But, and they found something like that. And we, we looked at this equation, and we were happy to see that indeed, no, I'm showing you only one example of a hub on a random regular graph, but we, of course, we considered essentially more complicated random networks. But, for example, it's excellent. It's described situation completely. You have something like that. Yes, so, there is an island of disorder, but it's not endemic, or island of disease, but not, but disease is not endemic. It exists only on an island. Yes, but now we must think, now we must recall about the, about, unfortunately, about the, the main feature of the SIO model, about the existence of the absorbing state, which means that, suppose that you have a finite number of infective vertices, then it means, there is always a finite probability that they are all simultaneously recovered, and after that evolution stops. It means that this phenomenon is only, it can be only dynamical. It cannot be, this equation, they do not take into account these fluctuations from, from, from infective state to, susceptible, to, to, to absorbing. So, just, you must be careful, you must be careful with this situation. People started to... Yes. 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 If you were on a quench network, you wouldn't have to worry about this, right? Not. I, I'm speaking... You're, you're on an annealed network. Not. This, I'm speaking already, about, about quench network. Oh, okay. A new network, uh, uh, was used, uh, was a primitive model, uh, was a primitive model of, uh, Pastor Satoras. Uh, and, I can tell you that, why, uh, physicists like, a new network, approximation, not only because of simplicity, because it's, for example, it gives proper, if you, uh, take, uh, use a new network, it gives you proper exponents for percolation, for example, uh, proper exponents for the easing model. For example, we made, we were very, uh, proud that we saw the easing model on a, and correlated network, uh, actually, exactly. Uh, uh, but, uh, after half a year, Jeanette Bianconi, she made in, uh, two lines, calculations based on annealed network, and exponents are the same. But of course, but, uh, position of, uh, uh, of transition is different, of course, but, uh, critical behavior is the same. But here, it's different. It's, it's, just because of this absorbing state, and, uh, and, just in some sense, it's, just because of, this problem is related to, directed percolation. It's a way more complicated problem. So, people, and we, started after that, started to, I think, uh, to play with dynamics of this region. Uh, so, we are looking at epidemics below the, real epidemic threshold. Uh, uh, region where disease emerges and dies. But it turns out that it can be a very long process. Uh, for example, again, just because it's convenient to appeal to simple system. PhD student and postdoc, my, what they made, they simply, they look at susceptibility of, no, for simplicity, I will speak about, they will look, uh, they looked at the time of, uh, uh, at the following time. Uh, let me explain. So, you, you, you consider, uh, here, I put, uh, the number of infected vertices. Uh, not a row, but the number of infected vertices. And, uh, you put disease on a hub. Uh, so, uh, say, it's here, uh, here is time, so that after a while, this hub, uh, infect its environment, and there is island of disease, and after a while, it will die. So, they measured, uh, just this time. Now, it's possible to show, it's, at least, uh, a verb, in a way, it's, it can be interpreted like, something like, susceptibility for network. Uh, for this, for SIS model. Uh, and, what, they, he, he, that, no, it's kind of simulation. for this, tau, lambda, here, it's endemic, threshold. We, we will below it, all the time. without hub, we have something like that. Yes. No, and, I speak about simulation, so, there is, the, the divergence, it should be even for, a pure network. But, it's, in simulation, practically, you do not see. But, when you have a strong hub, you will see it, going to, uh, very, no, it's already, this infinity is, almost, you see, this infinity. and, the, was done, from, random network. Uh, There were, a, reports from Koreans, who believed that, this, area, is actually, is, restricted, from below, indeed. Но мы показываем, что вы видите просто очень слабая релаксация заболеваний от хобби вниз этой области. Без эпидемиологии. Так что вы должны быть внимательны. И затем я закончу с работой, recent работой моих друзей Багуния, Марьян Багуния и Рома Пастор Сатурас, which made the next step. And what did they make? Their idea is, and immediately I will give their main claim, their main result. They claim now that actually the original result of Pastor Сатурас и Витпиняние, they indeed were only based on two simple approximations. And now they claim that even for any gamma, for any scale-free network, they have for epidemic threshold is zero, is absent. That is their new claim. And I will explain how they arrived at it. What did they make? Because it's interesting. I think it will be used in many other works. But to be honest, this work, you will see that it's very difficult to justify their ideas. So they claimed that they checked it by numerical simulations and indeed they now see that it's absent. But there already some people started to fight against them and there is a comment about this work. But nonetheless, I only present the model, the idea. So the original idea of Витпиняни was to use a new counterpart of a network. Now they want to make something annealed again, but more close to reality. So they substitute the original network because they wanted to get the result analytically. And that was the problem. So that they have network. Supposed and unrelated sequence of degrees given. So that they built its counterpart in the following way. So that each two vertices in this new network, they are connected by an edge, which weight is already a function of a distance between two vertices. It means that, in effect, they simply took and substitute, they built a network inside an edge of this network. They are actually the shortest paths between two vertices. So this weight will be already proportional to an exponent minus distance between two vertices. The distance within this graph. So, furthermore, it's possible even to put it in the following way. You take... You take... You take simply the recovery rate here and change it to effective recovery rate, which is function already on the distance. The distance between vertices I and J. It's first step. And they calculated this weight based on considering this change. And second, what they made, they instead of unit... Oh, sorry, it's not recovery rate, it's infective rate. It was a mistake, yes. It was a mistake. And so they, instead of recovery rate, they used the recovery rate of a star graph based on this vertex. So that recovery rate of a graph and its nearest neighbors. And it's possible to show that this recovery rate, delta, is proportional to the exponent minus degree of... And so they simply corrected actually this equation. Instead of lambda, they put effective lambda. Instead of 1 in the first term, they put this effective recovery rate. And finally, they got the result, which I say... About which I tell us. Total U. So, you see that the problem, which comes from 50s actually, because Grybov made these processes in 50s already. In the end of 50s. And it's still unsolved, and apparently it cannot be solved exactly, but it's furthermore. It's still do not understood. And if you want to consider these complicated networks like from which I started, you must be very brave, because even the simplest model which I speak about, which do not take into account anything, and even this trivial model, it's not understood. And people like Alessandro Espinyani, they published tons of works about more and more complicated models on more and more real networks, but the simplest model on the simplest network, it doesn't understood up to now. That's all. Okay. Thank you very much for your very instructive talk and for your physical point of view on this question. Actually, in this book I made some very short introduction to this. Thank you very much. 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 Продолжение следует...